МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мотивация – это то, что заставляет человека добиваться чего-то большего, чем он имеет. О ней, о мотивации мы сегодня и поговорим. Видите эти черные ящики? Они называются телефоны. Я вам открою одну тайну о телефонах. Сами они не звонят. Понятно? И без вас. Это лишь мертвый кусок пластмассы. Как заряженный автомат без обученного стрелять морпеха. Только в случае с телефоном все зависит от каждого из вас. В интернете есть множество статей, посвященных мотивации вашему вниманию, лучшие из них. Вот, например, выдержки из статьи «6 жестоких истин, которые сделают вас лучше». Мир волнует только то, что он может получить от вас. Вы совершенно определенно – ваша работа. Вы представляете собой сумму ваших полезных навыков. Не более того. Например, быть матерью. Это работа, которая требует определенных навыков. То, что вы делаете, не обязано приносить деньги. Оно должно приносить пользу людям. Ты ненавидишь себя, потому что ты ничего не делаешь. То, что внутри вас, важно только если оно заставляет вас что-то делать. Все внутри вас будет бороться с развитием. Это реально шедевр. Этот мужик говорит то, что я и без него давно знаю. Но он излагает это в таком роде, что остаться равнодушным просто невозможно. Последний абзац даже задел за живое. Это прямо-таки вызов. Вот бы он еще дал парочку советов по воспитанию силы воли в процессе достижения цели. Но, в принципе, он не обязан этого делать. Прочитав эту статью, мне становится плохо. Мне 24, а девушки у меня нет и никогда она сама не появится. А сам я не знаю, что именно нужно сделать, чтобы появилось. Завышенных требований у меня нет. Мне очень много девушек нравится. Вообще хочется быть хоть с кем-то, лишь бы не одному. Но я никому вообще не нужен. После осознания, что это никогда не изменится, хочется быстро и решительно умереть. Если вы еще не умерли, прочтите статью еще раз. Перед этим положите перед собой чистый лист бумаги. Пишите любую чушь, которая придет к вам в голову, пока вы читаете статью. Это первый шаг. А там посмотрите. Для тех, кто всю свою жизнь проработал в одной компании, таких, как вы, приходят по часам. Отсиживают свое. И не испытывают ни секунды счастья. У вас появилась возможность, Боб. Шанс для возрождения. Попробуйте хотя бы ради детей. Чего избегают крепкие духом люди? Это название другой статьи, также посвященной мотивации и нацеленности на успех. Автор перечисляет 13 угроз, которые могут только мешать достижению успеха. Сильные люди не тратят время на жалость к себе и не позволяют другим себя контролировать. Они не боятся перемены, не тратят силы на то, что им не подвластно. Крепкие духом не стремятся быть хорошими для всех и не боятся оправданного риска. Не повторяют многократно своих ошибок и не завидуют чужому успеху. Их не пугают неудачи. Они не боятся одиночества и знают, что мир ничего им не должен. Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь. А важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Но даже у самых высокомотивированных людей есть риск перегореть. Нередко в пылу энтузиазма, в погоне за успехом человек просто выдыхается. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующими советами. Делайте то, что нравится. Если не можете поменять работу на работу своей мечты, то попробуйте делегировать коллегами те обязанности, что вам не нравится. Выполняйте самые приоритетные задачи. И не бойтесь говорить «нет». Концентрируйтесь на конечном результате. Начинайте день с побед. Решая самые легкие задачи, после этого, пока боевой запал не пропал, переключайтесь сразу на трудную. Делайте регулярные перерывы и не берите на себя слишком много. Награждайте себя за ваши победы. Наградой может быть что угодно. Даже обыкновенный перерыв или чашка кофе. И, конечно, чтобы стать лучше, чем вы есть, всегда нужно любить себя такими, какие вы есть. Сейчас приедут телевизионные деятели искусств. Я их специально вызвал. О чем я буду сейчас с ними говорить? Как о чем? А я? А обо мне? Ведь я умный, красивый, в мере упитанный мужчина, но в полном расцвете. Да, но на телевидении этого добра хватает без вас. Но ведь я же еще и талантливый. Время обзора лучших приложений, они, как вы уже догадались, посвящены все той же мотивации на успех. Установите эти программы в ваше мобильное устройство, и вы всегда будете заряжены только на победу. Мотивация Плюс – это приложение, в котором собраны более 300 статей о саморазвитии, мотивации, успехе и управлении временем. Кроме того, программа дает доступ ко множеству видеороликов, которые также посвящены тому, как стать эффективным и побеждать. Шикарно! Бесподобный пинок для хорошего старта. Отлично подобраны статьи, легкий поиск. Частенько подсчитываю для сохранения мотивации. Спасибо за классное приложение. Все четко и понятно написано. Осталось научиться применять полученную информацию на практике. Шикарно! Спасибо огромное за такое вдохновляющее приложение. Следующее приложение называется просто «Мотивация». Разработчики обещают, что программа, в которой собраны лучшие картинки-мотиваторы со всего интернета, станет неиссякаемым источником вдохновения. Если вы не хотите читать длинные статьи, вам для боевого настроя на весь день достаточно несколько ярких цитат, тогда это приложение для вас. Очень позитивно. Мотивация на все случаи жизни. Приложение отличное. Как только опускаются руки, сразу же берусь за него. Здорово, оформлено и моментально приводит в чувство. Спасибо разработчикам. Супер! Самое лучшее и нужное приложение. Третье приложение называется «Hurry to Life» и отличается оно тем, что максимально подстраивается именно под вас. Вы указываете возраст, и ежедневно, кроме традиционной фразы дня, позитивной цитаты и вдохновляющего факта, к вам приходит информация о достижениях выдающихся личностей, которые добились успеха в вашем возрасте. Установите приложение на свой смартфон, и у вас появится свой персональный тренер-мотиватор. Желткий бег, желткий бег, желткий бег. Стоп, ребёнок. Ребёнок заснул. И завершит наш выпуск лучшее видео, посвящённое мотивации, а точнее тому, как порой можно встречать жизненные трудности и держать удар. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Уволили с работы, бросила девушка. Жизнь кувырком выше нос. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Всё, что меняется, всё к лучшему. Вот главный посыл этого видео. И всё же помните народную мудрость. Делу время, апотехе, час. В конце концов, сегодняшний мотивирующий выпуск направлен именно на то, чтобы вы именно действовали. Ведь только так можно добиться успеха. На этом у меня всё. Находите наши материалы, сканируя QR-коды на ваших экранах. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте 24KZ. Это была программа онлайн, и я её ведущая Анжела Гарипова, ваш верный проводник в мире всего самого полезного и интересного во всемирной паутине. До встречи! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова